Манчестер Юнайтед В команду пришел новый шотландец из Эвертона, Дэвид Мойс. Да, он раньше тренерал Уэйна, но сейчас у них видимое разногласие. Либо форвард пытается что-то нам показать. Манчестер Юнайтед всегда был командой. Командой, в которой в первую очередь делается акцент на командную игру, а не на индивидуальные качества игроков. И даже при суперзвездном составе, которого, к слову сказать, у Манчестера не было давно, все-таки те купленные игроки, которые Сэр Алекс Фергюсон любил, уже стареют. Уже каждому практически по 30. Многие из них будут заканчивать в ближайшее время своей карьеры. Даже тот же суперзабивной Робин Ван Перси уже 29, и следующий год он уже начинает как ветеран. Гиггс, Рю Фердинанд, Видич, все достаточно возрастные футболисты. И новым лидером должен был становиться Уэйн Руни. Но тут что-то случилось. Случилось это не сегодня и не сейчас. Случилось, быть может, с назначением Дэвида Мойса. А может быть, еще с прошлого сезона, когда Уэйн играл намного меньше, чем Робин Ван Перси. Уэйн работяга любит играть и любит Манчестер Юнайтед, но что-то его заставляет поступать именно так, как он поступает. Я не поверю, что просто из-за каприса или за каких-нибудь баслоосновных денег он начинает скандал и хочет уйти к ближайшему конкуренту Челси. Я не поверю, что именно из-за того, что он не хочет играть с Ван Перси или с Давидом Мойсом. Но может быть, все. Была же история с Давидом Мойсом и Уэйном Руни, который написал в своей книге пару нелицеприятных высказываний про него. Но это было Вэверт. И он был тогда молодой. А сейчас они должны работать. В конце концов, у них есть контракты. Но все равно что-то не так. Манчестер, видно, изо всех сил пытаются удержать Уэйна. Но вопрос в том, держат они Руни из-за того, что он отличный футболист и он им нужен, или чтоб не отдавать Челси. С первого взгляда ситуация выглядит просто. Уэйн Руни захотел больше внимания, больше зарплаты и больше проводить времени на футбольном газоне. Потому и разгорелся этот скандал. Так как Жозе Маури не пообещал ему стабильное место в составе. Оклад, который он заслуживает. И любовь. Любовь болельщиков. Но правда ли это? Кто полюбит игрока Манчестер Юнайтед, который переходит в Лондон? Ну понятно, что болельщики это приходящие и уходящие. Если Руни начнет забивать, то он станет любимцем публики. А еще, если он приведет команду к чемпионству, я думаю, забудут все прошлое. И так как он играл за Манчестер Юнайтед. Но нужно ли ему это? На первый взгляд кажется, что это все вранье. Не хочется в это верить. И что это какие-то трансферные спекуляции клуба. Но скажите мне, почему настолько долго это сидит в прессе? Почему английские журналисты показывают возмущенное лицо Уэйна Руни? И его нежелание, и его нестремление. В его глазах, в конце концов, потеряна искра, которая была раньше. А вы знали, что в Англии самая просматриваемая премьер-лига. Именно у них. Больше всего денег получают там именно тележурналисты, которые транслируют матчи. И быть может, этот скандал им на руку. Потому они вырезают эти снимки недовольного Уэйна Руни. Находят кадры, где он смотрит неодобрительно на тренера. Или на какого-нибудь помощника, или на Робина Ван Персия. Но это первое, что приходит в голову, и в это не хочется верить. В прошлом году, я помню, была ситуация с переходом Ван Персия. И тоже многие не могли в это поверить. Тоже говорили, что это все спекуляции. Тем более Робин сам сказал, что он хочет остаться. В итоге Робин перешел в Манчестер Юнайтед, стал чемпионом. И все про это, кажется, забыли. Похоже, ситуация сейчас и у Руни. Конечно, не хотелось бы, чтобы такой великий игрок переходил в Челси. Не потому, что он там потеряется. Просто он настолько хорош и великолепен. И хочется его видеть в одной команде. Верить, что преданные игроки еще существуют. Калибра Лэмпорда или Джерарда. Но есть вторая ситуация, которая не лежит на поверхности. Вейн Руни не ездил на сборы с Манчестер Юнайтед. И не играл за суперкубок Англии. У него была тяжелая травма плеча и колена. Чтобы сыграть за сборную Англии, он просил лично Рой Хорчина поставить себя. А физиотерапевты ему делали обезболивающие уколы. Это игрок, который будет играть всегда и везде. Его можно поменять только в том случае, если вы готовы унести его на носилках. Пока он жив и здоров, он будет всегда играть. И Манчестер Юнайтед, мне кажется, в этой ситуации бы отпустил игрока, не желавшего играть за них. Даже пускай и настолько звездного. Руни игрок топ уровня. Но вряд ли бы Манчестер, настолько гордый клуб, держал бы его против его воли. Он переходил именно туда, потому что всегда мечтал играть за них. Я не поверю, что он сейчас готов перейти в Челси и играть, так сказать, за историю клуба или за ЖЗ Мауринья. Это игрок, которого раскручивают. Раскручивали всегда. Раскручивали его ситуацию с Уэйном Бриджем, с изменами жене. А теперь раскручивают ситуацию с его переходом в Челси. Долгое время Руни не мог забить в 2010 году. На него журналисты наседали так, словно он должен забивать по 40-50 мячей за сезон. И у Руни всегда бывают спады. Даже посмотреть за его карьеру в Манчестере Юнайта. Есть сезон, где он забил 15, а дал 10. А есть, становится лучшим бомбардиром АПЛ. Руни игрок, которого пойдет или не пойдет. Но он всегда готов все сделать для Манчестера Юнайта. Я уверен, если понадобится в этом году, он отдаст 15-20 галевых передач и забьет всего лишь один мяч. Он готов сделать все для Манчестера Юнайта. Но вопрос, так ли это? Узнаем совсем скоро. Ну а вы смотрите футбол. Любите футбол. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!